Издательство Бомбора. Океан книг. Скачком. Мы проходим путь в миллион шагов. Самый важный шаг, который человек может сделать, это всегда следующий. Брэндон Сандерсон. Рост – это наша установка по умолчанию. Жизненная ситуация Астрид Туминис казалась безвыходной. Она была шестым из семерых детей. Когда девочке исполнилось два года, семья уехала из небольшой островной деревни в провинции Филиппин и поселилась в трущобах в городке Илаила. Ее отец зарабатывал 50 долларов в месяц. Когда Астрид исполнилось пять, ее мать ушла из семьи. И вся ответственность за воспитание младших детей легла на плечи 15-летней сестры девочки – Марли. Они жили в небольшом доме с полом из бамбуковых планок прямо над морем. Там не было воды, канализации и электричества. Марли стирала на руках. Готовить, преимущественно рис, приходилось на костре. Когда я брала у Астрид интервью для подкаста «Как совершить личный прорыв», она сказала, что помнит, как готовил рис в пять-шесть лет и боялась сжечь дом во время одной из таких готовок. В те редкие дни, когда семья могла позволить себе купить курицу на обед, Марли сама разделывала птицу и готовила ее на костре. Из сгущенного молока с сахаром она делала конфеты и ема, которые младшие дети продавали в школе. Так им удавалось немного подзаработать. Католические монахини из Ордена Дочерей Милосердия устроили Астрид и ее сестер в специальную школу для детей из малообеспеченных семей. Астрид была худшей в классе по успеваемости и девочку посадили за самую дальнюю парту на последнем ряду, место для самого глупого ребенка, вспоминает Астрид. Она усердно работала, чтобы в конце первого учебного года стать лучшей и сидеть за первой партой. «Я научилась читать, я научилась считать, я открылась новому миру знаний, который оказался настоящей сказкой», — говорит Астрид. В школьной библиотеке она корпела над книгами о далеких экзотических местах, таких как Нью-Йорк. Астрид разрешила себе мечтать о том, что однажды она будет там жить. Едва ли кто-то мог подумать, кроме, пожалуй, самой Астрид, что она окончит Гарвард, магистр советологии и Массачусетский технологический институт, кандидат политических наук, выучит русский язык, станет директором в Майкрософт и возглавит американский университет с более чем сорока тысячами студентов. И это лишь немногие из её выдающихся достижений. Я познакомилась с Астрид, когда она жила и работала в городе её мечты — Нью-Йорке. Она только закончила обучение по стипендиальной программе Высшей школы Кеннеди в Москве и работала со старшими коллегами и реформаторами, которые помогли разрушить Берлинскую стену такими людьми, как Эдуард Шварнадзе и Михаил Горбачёв. Она была личностью, твёрдой, непреклонной в своих намерениях. Я была в восторге от неё. Моё удивление тогда было мимолётным. Но после случайной счастливой встречи с ней же в бостонском аэропорту несколько лет назад я спросила себя, что движет Астрид Туменис. В ходе подробного интервью с Астрид я узнала о её стремлении реализовать свой потенциал. В человеческой природе заложено желание учиться и расти. Все мы с рождения запрограммированы на прогресс. У нас разные жизненные обстоятельства и интересы, но нами движет одно. Однако жизнь может приглушить это врождённое желание. Многим из нас во взрослом возрасте становится скучно на работе или в личной жизни. Появляется чувство, что мы застряли на одном месте. Если вы слушаете эту аудиокнигу, вы готовы меняться и расти. Возможно, вы не знаете, с чего начать, или думаете, что у вас ничего не получится. Если вы обладаете желанием и готовностью развиваться, но текущие обязательства тяготят вас и заставляют сомневаться в своих силах. Если вы уже начали, но хотите, чтобы процесс протекал ещё быстрее. Если вы хотите предоставить окружающим вас людям возможности для развития и являетесь руководителем, который хочет освоить практики развития, способностей сотрудников и планирования преемственности, или топ-менеджерам, которые стремятся увеличить прибыль компании, эта аудиокнига для вас. Как известно, основополагающее значение для развития в любой компании имеет личность, поэтому отправная точка для нашего разговора о росте – это вы. Вот некоторые из вопросов, на которые вы найдёте ответы в этой аудиокниге. Почему, несмотря на желание учиться, бывает так сложно решиться на перемены и осуществить их? Как достигнуть результатов и сохранить импульс? Почему мы устаем от того, что делаем, и даже теряем мотивацию, стоит нам достигнуть значительного прогресса? Почему мы так быстро теряем ко всему интерес? Чем глубже ваше собственное понимание мотивов личного роста и самореализации, тем вероятнее, что вы станете хорошим учителем для сотрудников вашей компании. Это и есть разумный рост.